И добрый вечер, дорогие телезрители. Среда, накануне праздника, 19.30, и обитатели темной студии снова собрались, чтобы обсудить один из аспектов нашей с вами обыденной жизни. Очень жаль, что мы не смогли в полной мере отразить тему по мигрантам-филиппинкам, которые работают у нас в республике, в регионе, на Дальнем Востоке, но в силу определенных объективных причин. И, скажем так, с понедельника, уходя на запасной аэродром, мы выбрали тему ограничений по ввозу и эксплуатации, в том числе праворульного автомобильного транспорта. Есть ли какие-либо проблемы в этом вопросе? Ну, поскольку где-то в начале февраля на уровне полпреда президента страны Трутнева поднимался вопрос о ввезенных частными лицами через таможню, 800 примерно, я думаю, эта цифра увеличилась, автомобилях японского производства, которые застряли на таможне. Трутнев пообещал разобраться, но он много с чем обещает разобраться. Я думаю, вопрос в какой-то мере будет в пользу участников решен. Но давайте мы постараемся сегодня разобраться в ситуации, вот как обстоит у нас леворульный, праворульный. И тема называется у нас леворуля, в принудительном порядке леворуля. И давайте для начала маленький видеосюжет с авторынка. Какие настроения там царят. Продажи были вот, допустим, в субботу один день. И то так. И как раньше? С таких масл. Продажи. А как было раньше? Ну, допустим, просто весной, обычно как бы весной машины неплохо вроде продаются. А так, ну, такое время, ну, нету продажи. Не сезон, да, объективно? Возможно, не сезон, возможно, просто у людей сейчас денег нет. В основном обмены предлагают, обмен с доплатой, там, какие-то, а налички, как бы, у людей, по-видимому, есть. Ну, если взять объективно, на самом деле деньги у людей есть, причем неплохо зарабатывают. Есть очень большие возможности по автокредитованию и так далее. Тем более ключевая ставка сейчас падает. И салоны буквально чуть ли не силы заставляют, скажем, лояльных клиентов брать кредит и покупать их продукцию. Наверное, когда торговцы на авторынке говорят, что да, есть сезонный характер данного явления, вот когда весной начинают чаще брать и так далее. Но основное ограничение, наверное, все-таки в цене. Все-таки правый руль давал некую свободу выбора, да. Не секрет, что на авторынке, скажем так, средний чек составляет, ну, 350-400. Ну, примерно вот так вот. То есть у шатайки лохматых годов и заканчиваем малолитражками относительно свежими, где-то в пределах 600-650, да. И люди где-то в пределах вот этой суммы предпочитают оперировать. А в автосалоны, которые предлагают автомобили, ну, Hyundai Solaris, вот обновленная модель, да, хит российского, скажем так, рынка, ну, предлагается, Иннокентий Иннокентьевич авторитетно очень сказал, что он предлагается примерно за 800 в очень пустой комплектации. То есть на палке, на механике, с минимумом, скажем так, комфорта в комплектации и так далее. Ну, а против пяти лет гарантии на Hyundai Solaris, на новый автомобиль, пусть там пустой комплектации, так, пять лет гарантии, да. Мы же не можем попередить. Вот человек купит с рынка и, как у него получается, купил свои проблемы сам, да. То есть все вот эти решения и так далее, это уже получается его головняк. Очень многие связывают с безопасностью. То есть есть какой-то аспект, когда говорят, вот, эксплуатанты, владельцы праворульного автотранспорта, они не в полной мере адекватно реагируют на дорожную обстановку, на вкладывающуюся там ситуацию и так далее, и так далее, да. Им просто иногда бывает плохо видно. У меня есть знакомый, даже очень такой известный блогер, да, Елизавета Газизова, которая заявила буквально вчера, я никогда, говорит, за свой семилетний стаж, поскольку я училась, ну, по новым правилам уже на леворульном автотранспорте и так далее, я никогда на своем праворульном автомобиле не совершала обгон. Просто, говорит, страшно, да, мне непривычно и так далее, и так далее. Возможно, да, для начинающей категории автолодельцев, автолюбителей это является какой-то проблемой. Но автофорум или ватафорум, как мы предпочитаем с Дмитрием называть, поскольку там суровые, брутальные такие ребята сидят, которые привыкли от всего, начиная от бампера, заканчивая, там, не знаю, вонючкой в салоне, все ставить сами, они говорят, да, не важно, с какой стороны руль на автотранспорте, важно самое главное, там, прокладка между рулем и вот этим вот сидением, да. На самом деле возможно такое, но давайте попробуем сегодня в разговоре затронуть все те аспекты, там, маркетинговые, эксплуатационные, возможно, аспекты безопасности и так далее. Ну, давайте для начала статистика, поскольку Иннокентий Иннокентьевич у нас представляет регистрационный, в том числе отдел, да, ГИБДД, давайте мы, есть какая-то статистика, вот леворульное такое, салонное, скажем так, авто, да, или с других регионов, привезенное с Европы, там, с Калининграда, и праворульное, вот, которое чисто японки. Например, когда мы регистрируем транспортные средства, в нашей базе федеральной есть специальные кнопки, вот нажимает инспектор на компьютере, что да, вот эта машина правый руль, это левый руль, но когда идет статистика дорожно-транспортных происшествий, тоже есть такие нюансы, это правый, это левый, в программах учитывается. Когда считают статистику, примерно, например, Дальний Восток, в том числе и наша республика, подавляющая большинство транспорта с правым рулем, и дорожно-транспортные происшествия с правым рулем, как будто больше. Ну, если именно по долям взять левый, правый руль, они идентично одинаковые получаются. То есть, состоящих на учете тоже, да? Да, состоящих на учете тоже самое. Тенденция менялась ли в последнее время, когда вот, ну, пришли официальные дилеры, да, пришел Nissan, пришел Mitsubishi, пришел сейчас тот же самый Hyundai, да? Стало ли больше все-таки официального авто? Таких новых, которые производятся на территории Российской Федерации, сейчас стало в последние годы очень много машин. Люди стараются брать по нашей статистике новые машины, чем старые японские вот с правым рулем. Намного больше. Люди берут кредиты и новые машины покупают. Сразу видно, что предприятия очень много с левым рулем новые машины берут. Все-таки вот эти ограничения, которые, ну, буквально нежданчиком, все свидетели, наверное, следят за соответствующей там прессой и так далее, когда буквально в начале декабря проект постановления правительства об ограничении автотранспорта с правым рулем, вернее, возимого из-за... Они не привязали конкретно же к правому рулю, да? Они сказали, возимые из-за рубежа, не оснащенные системой эроглонас, да? Да. Что за гвоздь преткновения такой? Эроглонас? Неужели вот на тех европейских автомобилях, которые по дорогам западнее Калининграда колесят, не установлены подобные системы? Вообще, откуда взявшаяся вот эта причина? Эроглонас, ну, не знаю. Больше полиция, она стала сечь каким-то образом, или она автоматом куда-то отсылает при определенных ситуациях, или что? Почему именно эроглонас стала вот тем самым камнем преткновения, которое якобы послужит пользу отечественного автопрома? Ну, эроглонас, как вы говорите... Все-таки это ваша, наверное, кунапочка, да? Да, нежданчиком так... Прямо так и не появилось. Тех регламент мы приняли по стране в 2011 году. Было очень много спорта. Федеральный закон 395 по эроглонас у нас вышел в 2013 году, в декабре месяце. Все статьи по тех регламенту уже в конце, в начале 2013 года уже были аспекты, что эта система навигации, информации уже должна была работать. Начиная с 2015 года, когда транспортные средства новые получали одобрение типа транспортного средства, это уже включалось туда. Этим первой ласточкой у нас появилась Лада Веста, на которой устанавливалось вот это устройство, оповещение, экстренного оповещения оперативных служб. Потом, в 2016 год, с 1 января, уже начали устанавливать на транспортные средства, перевозящие пассажиров, опасные грузы, в том числе детские автобусы у нас были, постановление правительства именно по эроглонасу. И с 2017 года, с 1 января, на все ввозимые транспортные средства. Я не поверю, что на УАЗе стоит вот эта кнопка. На новых УАЗиках есть. На новых УАЗиках есть? Да. Я не знаю. Как насчет этих авто, которые после января вы стали продавать через официальные салоны? Сейчас, получается, уже начиная, вот мне сказали, с апреля месяца, уже собираемые машины, они уже будут оснащены этой системой эроглонас. Все машины. У нас, например, в Ниссане, получается, 7 модельных рядов, Альмера, Тирана, вот, например, да, и они все будут оснащены этой системой. Потому что, если они не будут оснащены этой системой, попросту у них не будет одобрения типа транспортного средства, и они не получат ПТС. И в связи с этим, Ниссане мне сказали, что все машины будут установлены, вот, эроглонас. Эроглонас, а до апреля? Ну, а до апреля, потому что уже, например, у нас, с 16-го года машины уже есть, например, стоят. Абрелянный резерв, да? Да, вот такие. Поэтому у них уже есть одобрение типа транспортного средства, они уже получили до ввода закона, и поэтому они пока, у них уже ПТС есть, и поэтому они продаются без этого устройства. Сказалось ли это на ценовой политике того же концерна НИСА? Нет. Абсолютно нет. На ценовую политику не влияло, не влияет это. Цена осталась такая же. Коллеги, хорошо. Давайте прокомментируем ту ситуацию, когда частник через аукцион, допустим, Дмитрий, нам знаком этот процесс, увлекательный очень, да, когда я сижу сам на онлайн-аукционах, выбираю свое транспортное средство, сам растамаживаю, как частное, физическое лицо, да, и, получается, привожу под себя. Я думаю, что то обещание Попреда, которое сказал, что частным лицам, скорее всего, пойдут навстречу и снимут вот это ограничение по ГЛОНАСС. Вообще, кто-нибудь может прокомментировать? Александр. Нормально, да? Значит, я вот сейчас добавлю по поводу, что, ну, это что-то не нежданчик. Мы, например, в 2014 году, вот когда планировал, что с 2015 года обязательно будет, и что потом только ввели для машин опасного груза, для пассажирских. Мы тогда даже вот торгово-промышленная палата Якутии, ну, и другие коллеги обращались, значит, чтобы оставить для опасных, а пассажирские пока оставить. Ну, безобязательно вот этого, в 2015 году. И вроде на уровне там общественной организации автопроизводителей и так далее предварительно добро было получено. И вот мы все ждали вот этого отложения, но получилось, помните, в 2014 году летом, в один месяц, было довольно три крупных аварии по стране с жертвами там, ну, больше полсотни человек сразу умерло. И вот в связи с этим, вот это предварительно согласованное мероприятие о том, чтобы отложить, и его не отложили. И вместе с опасными грузами с 15, ну, с января 15-го года для новых автомобилей это требование стало обязательным. Я вот немножко вернусь назад. Почему? Это, с одной стороны, я считаю, ну, как бы, все равно бы пошло. Ну, скажем, в таможенном союзе, это в Белоруссии, в Казахстане, они пошли, чуть ли не на два года это дело отложили, а в России, как бы, оставили. Потому что, в принципе, эта эра ГЛОНАС, цель-то благая, так называемый золотой час после аварии же есть, чтобы успеть и в это время кого-то спасти, чтобы оперативно сообщить, где что находится. Там, вот это государственное акционерное общество создали, там, порядка 8 миллиардов, что ли, в это дело вложили в эту спутниковую группировку и так далее. И не только безопасность, вот там, то, что по навигации возможность отслеживать состояние машины и так далее. Ну, много там хороших вещей и оборудование не такое дорогое. И вот, смотрите, тогда у нас, в 2014 году это не получилось, а вот сейчас в феврале, скажем, у Владивостокских наших коллег, для частников, ну, пока получилось на полгода. Там и Миклушевский, и Трутнев, я на сколько в интернете участвовал. И они, в принципе, сейчас на складах порядка 1400 таких машин собралось. По-моему, решили только для них. И для поддержанных машин в течение полугода должны процедуру вот этой, как решить, сглана должны решить. Вот такая вот ситуация. Ну, я думаю, сколько у нас там, порядка 40 с лишним миллионов в стране автомобилей. Новых где-то порядка одного миллиона приобретается. Новые, это уже все, пошли. А вот новые, которые имеют, получили одобрение типа до 14-го года, по-моему, или до 15-го года. И у них срок действия три. То есть, короче, без эры, у нас еще новые машины где-то до конца то ли 17-18 еще будут проходить. Ну, потому что у них старое одобрение типа. А вот то, что новое получает одобрение типа, сертификат, они уже обязаны это дело получать. А по поддержанным автомобилям там действительно неясность. Я вот как раз недавно специально своим коллегам звонил. Они тоже не в курсе, как это будет решаться. Потому что вот для новой машины, например, нужны краш-тесты. То есть, для того, чтобы определить в процессе аварии это оборудование работоспособность сохранить, должны там и фронтальный удар, и боковой удар. Грубо говоря, как минимум две машины должны разбить, чтобы это дело проверить. Что оборудование будет после аварии при аварии работать. Но это же для серийных поставок, Алексей. Да, это для серийных поставок. Нет, для малых партий там тоже. Вот как раз в Белоруссии и Казахстан, по-моему, через малые партии какой-то обходной вариант находят, но все равно там он не такой простой и не все прописано. Вот как раз для поддержанных и так далее хотят принцип малых партий применить. Но пока это непонятно. А как это будет выглядеть? Тогда, если я, допустим, ввожу Subaru Forester какой-нибудь праворульный, да? Я должен совладельцам... Четыре купить. Четыре купить? Да. Один. Один для лобового краш-теста, второй для бокового теста, и третий для перевертывания автомашины. И четвертый только для вас. Ну, это же для частников сказали, что это для частников не будет столь критично. Ну, пока в данный момент правила такие. Информации знаю я то, что правила такие. И поэтому частники, проходя этот краш-тест, они получают свидетельство СБКТС, это там служба о безопасности, там, конструирование транспортного средства. Они этот документ получают, госпошлину оплачивают, и переходят в таможню и получают свой ПТС. То есть, ситуация, когда идет ограничение какое-то по очень весомой причине, скажем, как Александр говорит, это все-таки мера безопасности какая-то, все-таки радеют о нас, думают о нас, да, по эроглонасу. Идет, там нет разделения, правая это руль или это левая руль, то есть, Вадима из США, допустим, Тундр, те же из США, из Фольксвагена, из того же Калининграда и так далее. Разницы нет. То есть, раз Вадима, значит, должно соответствовать техрегламенту и обращаться. Не только Вадима, и отечественные тоже, все. Да. Все транспортные средства. Все транспортные средства. При выпуске в обращение, такая терминология. При выпуске в обращение, то есть, вопрос, выпуск в обращение, продажа является выпуском в обращении? Вот изготовление, в возраст. Оставшихся от 2016 года, допустим, у вас в салонах. Нет, нет. Техрегламент, это как закон. Выпуск обращения, это выдача одобрения типа. То есть, это есть выпуск обращения. Они уже одобрения типа получены. Уже с выданными одобрениями это получили. Одобрения типа имеют уже все. То есть, опять же. Это они, то есть, приравниваются к тем, которые уже сейчас колесят, праворульные. Их, конечно, никто запрещать сразу не будет. Сразу не будет. Допустим, кто-то будет продавать свою праворульную машину. Вы же на учет не имеете права будет ставить? Будем ставить. Будете ставить. Они уже взяли. Потому что они получили ПТС. Они имеют паспорт, транспортные средства. Удобрения было уже. То есть, ГИБДД нам говорит, проблем с учетом абсолютно никаких не будет. Это уже радует. То есть, не будет такой массовой давай ключ на ключ и так далее. На твое имя пускай будет, а этот на мое имя будет. То есть, вот такого явления хаотического рынка, ну, надеюсь, не будет. Но все-таки, я считаю, что поскольку Якутия в зоне Дальнего Востока, которая, ну, доуральная, скажем так, зона, которая абсолютно 99%, ладно, последние годы, наверное, 80%, праворульная, все-таки очень большое значение иметь ценовой диапазон вот этих поддержанных автомобилей, которые позволяли обычному человеку быть оснащенным автотранспортным средством. Ну, в пределах там 400 тысяч, 500 тысяч и так далее. Вот сейчас этого лишают и загоняют буквально, получается, целиком. новые новые тоже дилеры, не дилеры, а производители, вот марок, да, они тоже делают такие, например, программы, чтобы было население доступно, например, вот на Альмере сейчас действует программа 0%, это в рассрочку, да, если кто-то хочет купить новую машину, он может прийти в наш дилерский центр, оплатить 50% первоначального взноса и подать заявку на одобрение, ну как бы в кредит, но там уже 0% идет. И тогда, получается, население уже будет удобно, она не будет переплачивать, а просто оставшуюся сумму поделить на 3 года и все. Ну, все-таки производители тоже, скажем так, лыком не шиты и есть даже вот онду, это какой бы производитель, датсун же, да, датсун и так далее, то есть очень доступная ценовая категория, в принципе, автомобили на рынке есть. Важно, пользуются они популярностью или нет, то есть налогами это ездить, скажем так, не айс для многих, да. Ну и конкретно к аспектам правой или левого, праворульной или леворульной эксплуатации мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая буквально с секунды на секунду неизбежна, как гибель империализма на канале НВК Сахар. Реклама прямо сейчас. Но мы, скажем так, степень обсуждения все-таки в рекламных паузах куда более обширна. И тут возник у Дмитрия резонный вопрос, да, давай озвучим насчет и Хану, и... Допустим, я сейчас привел пример, что еду я в Хану. На автомобиле, оснащенном Эреглонас. Да, на автомобиле, оснащенном Эреглонас. Там случилась неприятность. Я эту кнопку нажимаю. И что мне делать? Бежать в ближайший населенный пункт, никого не ожидая, или там сидеть и ждать, когда меня спасут. До населенного пункта 400 километров. Вперед 500, зад 500. Что мне делать? Ждать лучше. Да ну. Вряд ли система. А вот кто копался вообще? Вы не видели вот эту коробочку, да, установленную? Нет, не видел. Она уже установлена, потому что мы его не... В ГОСе как раз с 13-го года там же, по-моему, даже есть испытания по акусике. Там у вас должна быть звуковая связь. Даже по идее, в идеале, вы должны иметь возможность диспетчером переговорить. Где что находитесь, сообщить. В условиях охвата сотовой связи, конечно. Нет, нет. Но и через спутник, соответственно, должна быть вот эта штучка. А кто оплачивает эти расходы? Вот этот ствол кто будет оплачивать? Он стоит, ты, я, я. Вот как раз это... Ну, вот это государственное акционерное общество Аэроголунас, в принципе, для этого и создали. И вот эта спутник группировка... Ну, они... То есть, фактически на спутниковую связь стоит. Вот как раз при получении, при одобрении типа, они вот все эти испытания должны проходить. Ну, насколько я знаю, насколько я интересовался этой темой, связь посылается через сотовую связь. Систему сотовой связи. Только не через спутник. Со спутником он только принимает сигнал. У него нет возможности, мощности отправить сигнал на спутник. То есть, у него нет передающей спутниковой антенны, грубо говоря. То есть, когда мы встаем на севера, на рыбалку едем и так далее, мы отмечаемся в МЧС у спасателей, нам выдают спутниковую, скажем, оборудование. Оно довольно-таки это, довольно фонит сильно и направленные антенны. Все-таки Дмитрий прав. Если в машине нет направленной спутниковой антенны, каким образом она где-то там перед горе Хану будет посылать сигнал обидства? То есть... достает вопрос, что мне делать? Да, или уповать вот на вот эту систему эроглоназ, или все-таки предпринимать, идти лес валить, костер жечь и так далее. Если дело спасения самих утопающих белорук, тогда зачем нам эта система нужна в обязательной правде? Насколько я помню, в идеологии все это было обязательно. Но в детали я просто не уникал, потому что в условиях гонок... Александр, идеология, благими намерениями вымощена дорога в ад. Допустим, даже сигнал прошел. Допустим, каким-то образом у меня время на часы только. Два часа, я уже труп. А ждать ли мне этот МЧС, который приедет, откуда неизвестно, пройти там вертолетик? Оранжевого цвета. Будет это работать или не будет? Если не будет работать, то вопрос, зачем... Если не будет работать, зачем вот это... наличие вот этой коробочки, которая работает только в GSM-сетях, она обязательно для всей территории нашей огромной страны. И не правы ли те жители Владивостока, обитатели зеленки и так далее, которые говорят, эта система, она как собаке пятая нога. Да, эта система чисто натурально введена для того, чтобы ограничить ввоз бушных машин. Я не говорю праворульных, леворульных одинаково. И леворульные, и праворульные, Калининград, Владивосток в одинаковой ситуации. Получается, просто запретили. Очень резкий ключ. Это очень... Нежданчик. Очень хороший инструмент конкурентной борьбы. Неконкурентной, это наоборот, неконкурентная борьба. Ну, да. То есть, вопрос праворульных машин от обычных до восьми мест, то есть, не автобусы. В тех регламентах запрета нету пока что на правую рулю. А то, что ввели вот этот GPS ГЛОНАСС, на поддержанные японские автомашины, допустим, они уже априори не стоят. И опять, как говорите, четыре, да, надо покупать машины? То есть, это уже невозможно, и все, уже рынок японского автопрома закрыт. Опять же, это все делается под лозунгом таких этих благих безопасности, то есть, регламент. Отечественные автопромы и так далее, да? Опять же, еще есть один приказ Минпромторга с 2010 года, он называется «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации». И там конкретно написано, как поддерживать автомобильную промышленность. Ужесточение, внесение изменений в технический регламент по праворульным машинам. То есть, до 2020 года, скорее всего, будет еще внесена, хотя она уже как бы не нужна с этим GPS-ом, ну, праворуль все уже, можно забыть про него, конечно. То есть, как явление вот эти вот Карины и прочие улыбок? Они сами по себе потихоньку уже отмирали, да? Но когда вот так государство вводит такие... Слушай, ты так не говори, да, я вот тут 92-го года машина абсолютно спокойно ездит, он не отмирает, я не знаю. Праворуль потихоньку отмирает. Ну, потихоньку, да, нет, как явление, да, то есть, растут доходы у среднего класса. Вот он пошел в стол, он купил себе официальный автомобиль. Там беспроцветный кредит, говорят, есть. Вот уважаемый подполковник говорит, что там количество новых машин увеличивается с каждым годом, да? Ну, потихоньку она отмирает, и в какой-то момент он естественным путем снился бы до какого-то уровня, который незаметен, да? Ну, а когда вот государство вот в какой-то момент, ну, видимо, что-то они там поторопились или что-то, взяли резко, раз обрубили, то, конечно, это вызывает недовольство граждан, просто лишает человека выбора. Ставится слон. Доступности. Доступности вот это, да, лишает, потому что, еще раз говорю, Hyundai Solaris за миллион, допустим, с пятилетней гарантией, это не 350 за Королу. За Королу, да, получается. И все-таки, вот, Дмитрий правильно говорит по поддержке отечественного автопрома, да? Отечественного автопрома, и они считают, что вот эти концерты, которые под Калугой, да, Рено Фромоса и так далее, и так далее, они являются отечественным. Отечественного автопрома, это УАЗ, это Павловский, это Павлоградский автобусный завод. Нет, там не отечественное автопром, а автомобильная промышленность. Автомобильная промышленность и вообще как таковая, да? То есть, поддерживая вроде бы вот эти калужские и прочие заводы, да, да и в Толиате тоже, где сборочные линии уже реношные, да? Мы же поддерживаем и французский капитал, и корейский капитал. Ну, цели-то благие, то есть, программа импортозамещения, если, ну, заработало, все прикрыли японский автопром, в принципе, доходы должны расти на наших, ну, на новых произведенных машинах. На больших объемах, может быть, у нас начнутся лучшие условия для производства качественной техники, там, система допусков поменяется. Ну, есть возможность, но на данный момент-то у нас Камчатка, Приморье, допустим, у них зарегистрированы автомобили 90% полноприводные, потому что у них условия такие, горы эти, а из того, что производится у нас, кроме УАЗика полноприводного и Нивы, допустим, все, Столярис, вот эти мелкие вот эти машины, которые более-менее по карману обычному обывателю не доступны уже. И, в принципе, есть еще такой один момент, легенда о так называемом японском внутреннем рынке, то есть, люди уповают на то, что качество собранных японцами для себя, оно гораздо выше, чем собранные, допустим, Санкт-Петербург. Для импорта. Ну, да, есть такое. Ну, есть такое, мне кажется, это уже прошло, потому что это в 90-е годы действительно иномарки были очень надежные, очень ресурсные. чем свежее машины приходят, тем видно, что они больше одноразовые. Получается, что и российские машины потихоньку повышают качество, потихоньку, очень медленно. А и японские чуть-чуть снижают из-за того, что они там, видимо, быстрее, брачи нашли, капиталы. Я не думаю, что... Мне получается, это приближается друг к другу. Но этот момент еще не наступил. Я не думаю, что качество сборки жука, да, оно отличается от собранной в Японии и собранной в том же... Ну, в Питере не собирают, я еще раз говорю. Или там... Жук. В Англии собирали. Сейчас уже... Кашкарь, либо питерской сборки, либо английской сборки. Я не думаю, что они отличаются, потому что стандарт качества крупных таких концернов, он, наверное, соблюдается все-таки, да? В какой-то... Конечно. Стандарт и материал тоже... Да, и расходные материалы одни и те же и так далее. Как мы знаем, что автоконцернов в мире, на самом деле, очень немного. Все равно всегда нюансы есть, потому что, например, скажем, логистика всегда разная. Англия или Япония. Если Япония там производит запчасти или там где-то покупает запчасти, то в Англии эти же запчасти могут быть, например, словацкие. Там, я знаю, в словацке есть эти обувные ролики пластиковые. Они долго не ходят. Хуже, чем тайваньские? Их ставят вот там на европейские машины. А в японские ставят там какие-то китайские производства, которые хорошие, металлические, нормальные. Они ходят там по 200-300 и спокойно. Ну, такие нюансы могут быть, конечно, естественно. Нюансы еще по качеству сборки, допустим, видел видеоролик, как собирают машины, корейские машины у нас в России. И там ребята берут 20-килограммовую гирю, покрасили ее в желтый цвет. Но я это знаю, это 20-ка, это эталон. Гиря для определения точности показаний весов. Так они этими гирями забивают ступичные подшипники. Ну, может, разве гиря, которая предназначена не для того, чтобы забивать подшипники, использоваться на заводе? Мне кажется, это уже вот этот нюанс сборки. Да, вот эти все, еще раз говорю, на начальном этапе возникшие, допустим, камри той же питерской сборки или там экстрейлы питерской сборки нужно было протягивать, как у Азики, в принципе, это, наверное, уже в глубоком прошлом, как и все эти аспекты. Но все-таки миф остается мифом. И у нас на том же автофоруме вот этих упертых товарищей, которые говорят, что то, что японцы делали сами для себя, но, конечно, качеством куда повыше. Все-таки оно остается. На самом деле вот эти законы маркетинга и логистики и всего на свете они ставят совершенно другую картину. То есть машина, собранная в Питере, ничем не отличается от машины, собранная в ЕКГ. Хорошо, вот этот аспект пропустим. И все-таки вернусь к безопасности эксплуатации правооруденного транспорта. Элементарно, оптика, то есть когда мы покупаем на аукционе или на рынке и так далее, и видим, что оптика у праворульных авто направлена влево. 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 И по всем законам, по всем техосмотрам они не должны были проходить, если у них нет, у нас куча таких машин находится на дорогах, слепят встречку и так далее, и так далее. Вот когда мы машины регистрируем, мы смотрим, диагностические карты у людей есть. Люди прошли технический осмотр, операторы технического осмотра им выдали диагностическую карту, что машина технически исправна. Полностью. То есть фара горит или нет? А как она горит? Это вопрос уже отдельный. этот вопрос уже к операторам техосмотров надо задать. Почему они пропускают, например, такие машины? Ну да, я, конечно, тоже на дорогах вот езжу, вижу, да, слепят в обязательном порядке. Встречный поток, а правую обочину не освещают. Есть такие. Вот тему я поднимал тоже, темные обочины, да, о том, что не освещает обочину. Читатели МАИда говорили, что как раз делав праворульных автомобилей, они плохо освещают обочину, из-за этого в последний момент видишь пешехода, который собирается вступить на пешеходный переход. Есть такие моменты? Есть такие моменты. Я понимаю, что там нужно... Буквально 19 февраля в Нерингре наезд на пешехода, пешеход по краю дороги шел с правой стороны и водитель сбил, не видел. как раз в одном месте освещения не было и он сбил пешехода. Вот как раз по обочине шел. Он, например, водитель говорит, я его не видел, пишет объяснение свое. Поскольку мы все тут являемся... оптика настраивается на определенных стендах. Почему бы все эти станции тех осмотров, которые работают у нас в республике, в регионе, везде, не оснастить такими стендами? Я понимаю, что это дополнительный расход для них. Стенды, наверное, есть у них, но они как-то там проверяют... Да все мы знаем, как это самое. Включи поворотники. Вот и все. Вот это вся проблема экспертизы, которая находится в частных руках. Экспертиза вообще не должна находиться в частных руках. Она должна быть государственной. Это касается и сертификации, вот и о топливе мы тоже разговаривали. То есть, если есть рынок экспертных групп, допустим, частных компаний, они в борьбе за клиента будут выдавать... Ты ко мне, иди деньги, плати, а я тебе буду выдавать быстро очень и дешево вот эти экспертные заключения. Так не должно быть в любой сфере. Так же и наблюдается вот на техосмотре, допустим. Этот вопрос мы поднимали еще в 2013 году, проверяли пункты технического осмотра. В 2014 году это было подключением прокуратуры республики. Но пока вопрос с этими пунктами стоит открыт. ФЗ-294 их защищает. Они, например, три года отработали, потом под другой вывеской работают. Мы не успеваем их даже проверять. Но это же ваша работа. наша работа. Но плановые проверки проводить тоже очень тяжело. Мы должны их контролировать, но есть специальный вот этот союз автостраховщиков, вот они должны контролировать именно пункты технического осмотра. мы только по особым каким-то внеплановым проверкам иногда проверяем, выявляем нарушения, выдаем предписания. А так вот. В любом случае, вот я в клинике фары, в принципе, это технический вопрос, можно их поменять на правую сторону. Ты много ли видел владельцев, которые поменяли? Просто положа, руку носит. Они лампочку поворачивают. Ну да. Регулируют. Особо добросовестные, да. Возможно. Вот, например, Англия и Франция решают вопрос за наклейкой этой специальной галочки. Можно так спокойно переезжать друг к другу. Хорошо. Остается еще синдром Лизы Газизовой, которую сегодня я приглашал как бы автоновичка поучаствовать. Сейчас обучение во всех автошколах на леворудных авто, да? Да. Ну, по правилам, по регламенту. По правилам, по регламенту. И вот представьте, ну, выучился человек, получил права, да? Ну, опять же, толщина кошелька. Хватает у него только вот на подержанную праворульную машину. И вот сидит он и годами боится обгонять. Просто вот... Как? Ну, это проблема отдельного человека. На самом деле... Это не массовый характер? Если у него такая проблема, то я могу посоветовать поставить, называется перископ. Система зеркал, которая позволяет видеть слева, вперед. Легко и просто. Сейчас можно камеры поставить. Тоже не просто. Куча, кстати, машин была, которые были оснащены подобностью семи зеркал. Ну, как колхозный, скажем так, вариант решения данной проблемы, это, конечно, еще. И какие еще есть, вот, не знаю, кто-то больше, наверное, опытом, аспекты, еще раз, эксплуатации праворульного авто, который, как вы думаете, лежит в основе вот этих вот препонных мер. что еще не так в эксплуатации праворульного авто? Почему его пытаются запретить? Ну, я считаю, что все так, потому что при ввозе японского автомобиля вот покупатель оплачивает еще плюс такую же стоимость в виде акцизов пошлин. получается, государство там получает огромную прибыль, у него работает таможня, тоже прибыль получает там на всякие комиссии и тому подобное. И государство наоборот имеет интерес к ввозу больше японских автомобилей в том плане, что именно бюджет пополняется очень сильно. Я считаю, что один автомобиль Лада Калина, Лада Веста не приносит столько денег, сколько один автомобиль Тойота Королла ввозимый в бюджет. Я считаю, что так. Но на самом деле сейчас все-таки видно, что государство пытается ограничить ввоз вообще бюл машин. Но они могли бы это сделать проще, намного проще. Вот ужесточить те же самые технические регламенты. Это все можно было легко сделать, сказать, все, умерла, так умерла. А зачем заходить сзади, откуда-то сбоку, какие-то препоны строить непонятные? Зачем? Надо ввести ясно, четкую политику. Нет так нет, все. То есть быть последовательно до конца? Да. А если вот, зачем вот такие вот какие-то хитрые там ходы делать, ходы? Непонятно. надо спросить, наверное, вот официалы, дилеры, Алексей, как вы думаете, вы хорошо живете, много машин продаете? Стабильно продаем. Стабильно продаете? Да. То есть вы не считаете, что у людей денег совершенно нет, они приходят, стабильно, там, энное количество автомобилей разных категорий у вас покупают? Да, покупают. Но в основном все равно в кредит перед людьми. Вот мало таких, что всю сумму принесли, оплатили и забрали машину. Но таких не очень много, если и так честно сказать. Все равно люди в кредит перед людьми. Буквально в Новый год открылся салон Финдай, да? То есть это уже третий официальный дилер у нас в столице нашей республики. И многие ждут открытия Тойота-центра и других до того же Фольксвагена и так далее. Да, возможно кто-то из кто сегодня сказал, вы сказали, что левый руль умер. Возможно правый, вернее правый руль умер. То есть оно как явление уже можно отнестись к прошлому и так далее. Но все-таки глаза нас не обманывают. Выезжаем на улицу и перед собой видим, что корову, перед собой видим, что там какую-то неубиваемую Карину 90-го лохматого года, которая ездит и ездит и ездит и ездит и ездит. Вот утилизировать бы ее полку давным-давно нет, она все едет. Ладно, мы вернемся к аспектам эксплуатации левого и правого руля сразу после рекламной паузы, которая, как мне говорят, напоминает секунду на секунду. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем такие неспешные сидя, обратите внимание, все-таки накануне праздника решили посидеть, дать людям отдохнуть, а не стоит, говорить о тех или иных аспектах, которые возникают с эксплуатацией авто, будь то праворульного или леворульного. энное количество лет назад ввели утилизационный сбор. Тут коллега прав, на самом деле мы очень многому подражаем. Вот есть на Западе утилизационный сбор, Дима говорит, давайте введем утилизационный за что? Она была как одна из мер противодействия засилию и экспансии вот этих поддержанных авто. Где утилизация? Утилизация вот на уровне ПТС происходит. Вот идешь, ГАИ сдаешь, вот и вся утилизация. Не приезжает там какая-то машина ездит, что ли, под пресс отправляет машину старую? Нет же. Вот потом проходит акция вывоз кузов, утилизация. То есть предприниматели состоятельные люди в виде благотворительности ввозят, утилизируют на свои деньги. А ведь за эту машину был заплачен утилизационный сбор своего, немалый причем. То есть вот эта система подражания, пусть на Западе есть у них какая-то экстренная система, а то, что у них система GPS развитая, куда развити чем ГЛОНАСС, может я ошибаюсь, Александр, ГЛОНАСС, может быть, куда науроченная система, да? Но есть у них такое, давайте введем. Вот должна быть кнопка, допустим, но у них там GPS, у нас пускай будет ГЛОНАСС. Номерные знаки. Чем мешали вот эти продолговатые номерные знаки? Ну скажите, Иннокентий, Иннокентий, нет, сейчас вводят вот эти а-ля Американно-английские, да? Да, сейчас ГОСТы хотят поменять пользу разных производителей, разные там стандарты ГОСНомеров, какой хочешь, это скоро будет. Скоро будет? Да. То есть я могу заказывать там Дима Аргунов, вот такой номер и все. Ну, не прямо так Дима Аргунов, а размеры ГОСТы будут разные. Типа размер? Да, размеры разные будут. Как и у японцев, так и у стандарта. Японский стандарт, американский стандарт. А, вот смотрите, а на уровне-то вот этих государственных номеров, да, регистрационных, все-таки оставляют возможность лазейку для того, чтобы, ну, все-таки будет какой-то ВОЗ, а не унифицированного, который собирается в России и так далее. То есть есть какая-то лазейка все-таки. Почему людям нормально не это? То есть, Дмитрий Правил, раз запретили, так запретили, или там оставляете какие-то лазейки и так далее. Очень много непонятного все-таки. Вы решите, хотите пару слов о защите ГЛОНАСС сказать? Да нет, я как раз насчет всяких лазейок и так далее. Вот смотрите, к примеру, восток по ГЛОНАССу. Там активисты нашлись, пригрозили митингом и вот на полгода как-то решили. Я к чему говорю? скажем, вот та же утилизация, вот эти, ну, организации по утилизации, они в европейской части России, они, может быть, как-то актуально, как-то реализуются. А то, что для Дальнего Востока, для Якутии, ну, это явно, как бы, нереальный механизм. Лишний? Ну, реальный, лишний и так далее. Но для того, чтобы, вот, скажем, довести до федерального уровня, в принципе, сейчас же есть возможность собраться, какие-то предложения сделать. Я к чему и говорю сейчас. Торговая промышленная палата недавно свой закон получила, там, вплоть до законодательной инициативы и так далее. Надо как-то это дело, ну, собрались, ну, чтобы не получилось, просто поговорили, разошлись. Можно вот эти все проблемы, чисто наши региональные специфики, вот, левый, правый, рули утилизации и так далее, вот, все эти пошлины. По идее, сейчас Дальний Восток очень много уделяется внимания, воспользоваться этим моментом, какие-то предложения реальные, ну, предлагаю как-то собираться на какой-то основе и предложить. Круглый стол соберите, Александр, почему нет? Раз существует Министерство развития Дальнего Востока, пусть Дальний Восток качество преференции получит право регистрировать абсолютно. Так я к чему говорю, позапрошлым году мы пытались, у нас не получилось, а в этом году уже труднее здесь, уже что-то получается у Дальнего Востока. Дай бог, конечно, дай бог. И, все-таки, я не хочу говорить, что это какие-то антинародные меры и так далее, но все, когда людей лишают, вот, есть у меня бюджет 350 тысяч, я хочу воспользоваться этим бюджетом, но я не хочу Датсун там, Анду покупать, да, или там, Ренологом покупать, а хочу класса, там, не знаю, того же Hyundai Solaris, который в официальном салоне стоит миллион, да, я не знаю, вот это, право человека на, есть же там, не знаю, китайские автомобили, что ли, у них тоже будут ограничения, что ли, хотя они довольно бюджетные, довольно такие, приятные решения. Опять и поставят, они раньше всех поставят. Да, и все-таки, вот я думаю, что по ввозу, по ограничению ввоза найдутся, опять же, на уровне вот таких станций техобслуживания и так далее, станции, не знаю, установки, установки вот системы, аэрогонас, и так далее, и так далее, которые бы при этом, уполномоченные организации, какие-то, за дополнительные две тысячи долларов, допустим, какие-то уполномоченные организации, опять же, какая-то возможность, то ли коррупции, то ли чего-то еще, да, все у нас через одно место делается. Ну, если это поставится, нормально, в принципе, эта система, она сейчас как бы предназначена для, по безопасности, но... я не говорю, что ее наличие, это плохо, я говорю, что... а впоследствии, это же можно будет уже, автоугоны уже на ноль уйдут, кто будет угонять машину, если ее можно будет по карте проследить. Отследить, она по карте. Опять же, для предприятий тоже удобно, если служебные машины, где чего, ну, как бы сейчас уже это есть, но тут уже как бы будет уже в... Тот, не совместно, не в опции, вернее, в базе, да? Ну, насчет угонов, там поставят глушилку или выдернут ее, гламотно, не вопрос. А, ну... Да, ну, левши наши, скажем так, додумаются, то есть, если есть возможность установки, то почему бы не получить возможность снятия, да? А, процесс обративный кирпич летает в обоих направлениях. Достаточно забить в Ютуб, как обойти систему ГЛОНАСС. Все. И все-таки в завершении нашей передачи, вот как вы видите, вот пессимистичный взгляд, да, правый руль умер, или это оптимистичный для левого руля взгляд, но все-таки баланс какой-то должен быть, то есть есть поддержанные авто, есть официальные авто. Вот каково их соотношение будет в ближайшие два-три года? Ну, я думаю, это будет в сфере, в направлении вот Владимир Владимирович Путин, когда где-то в конце какого-то года, 14, по-моему, должно быть импортозамещение, но разумное. Разумное, это чтобы, если вот так жестко в защиту нашего автопрома стать, естественно, наш автопром зазнается и качество не будет повышать. А для того, чтобы его заставить повышать, вот, нужны будут, скажем, даже те же праворульные. Вот этот баланс, слушай, когда она шипоттянута, тогда можно и его зажимать. А вот именно чтобы, ну, производители что? Они будут лоббировать свои интересы наши отечественные, и они будут, соответственно, против нас, эксплуатационников, работать. Вот баланс между теми, кто эксплуатирует, и теми, кто производит, вот, надо находить, как бы, на федеральном уровне и нам подавать. Надо, и вот сейчас мы в мае планируем там мероприятия по дальнобойщикам, вот, часть таких мероприятий мы там думаем рассмотреть. Насчет круглого стола, который вот учитывает региональные особенности использования, эксплуатации автомобильного транспорта, да, для торгово-промышленной палаты, я думаю, что это, как один из механизмов, возможно, законодательные инициативы, возможно, внесение каких-то предложений по лоббированию интересов населения, народа, да, это один из таких, на самом деле, действенных шагов, и, да, хотелось бы, чтобы общественность и здравосмыслящие, скажем так, люди, они шли в единую упряжку в том направлении, который вот, если государство сказало, нет, вот так вот, выходить бунтовать нельзя, все мы помним, что во Владивостоке ОМОН разгонил, да, а, а механизмы законодательные инициативы там или чего-нибудь, Шеселих, ну, их вроде отпустили уже, конечно, вопрос болезненный, но, вот, отмена вот этих двойных стандартов, это все равно лучше, потому что у нас в России издавна правостороннее движение, будьте добры, левую роль, то, что у нас и правый, и левый был, это двойной стандарт, это все равно, по моему мнению, это нехорошо. То есть, вы за ужесточение? Нет, я за единую стандартизацию, чтобы стандарты были одинаковы для, ну, живешь в этом мире. Представитель федерального органа, который специализируется на стандартизации, не может по-иному. Не, ну, здесь как раз для того, чтобы вопрос, скажем, качества, это понятно, а вопрос цены, а вопрос цены решается больше всего при государственном частном партнерстве, паритет, если все отдать государственнику, у него заработает затратный механизм, все, он цены начнет задирать, для того, чтобы он цены не задирал, надо часть отдать частнику, и вот тогда паритет, как говорится, цены и качества быстрее достигнешься. На примере станции техобслуживания мы видим, как работает частная экспертиза, она не должна быть частной. Они в другую крайность ушли. Вы хотите, чтобы все по процедуре должно быть? Так вы убрали государственные. Заплатите мне тысячу рублей, а если вы хотите быстро, и вообще не проходите эту процедуру, заплатите мне восемь тысяч. Вот она, вот механизм. Государственные убрали, одни частники оставили, вот получили, а нужен баланс. Нужен баланс. То есть у человека, опять же, должен быть выбор, да? И, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы у наших автолюбителей, которым всегда было, что выбирать, или, вернее, с начала 90-х годов, когда пошел вот этот поток бывшего употребления автомашин, во многом японского производства, и во многом, ну, другого иностранного производства, всегда есть выбор, или подержанное авто, или новое авто. Новое авто в то время не отвечало стандартам, поэтому все обращались в сторону подержанного авто, которое большим качеством обладали. И вот когда мы находимся в всей ситуации, когда за нас кто-то решает, и так далее, это, конечно, может вызывать определенные вопросы. И все-таки эти вопросы должны еще раз идти в правовом поле, да? И еще раз я поддерживаю, что Александр проявил такую идею, проведение этого регионального круглого стола по выработке определенных инициатив снизу по эксплуатации автомобильного транспорта. Увидимся ровно через неделю в программе «Один из нас». И с наступающим вас всех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok